В 2017 году в США было зафиксировано 346 случаев массового убийства с использованием огнестрельного оружия. Вчерашняя стрельба в старшей школе Паркленда во Флориде стала 30-й в этом году и 18-й, которая произошла в американских школах в 2018-м. Это самое массовое убийство в школе с 2012 года, когда в Санди Хук, штат Коннектикут, погибло 26 человек. Именно сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи одним из первых высказался о вчерашнем происшествии во Флориде. Это не совпадение, не невезение. Это результат нашего бездействия. Мы несем ответственность за те зверства, которые происходят в этой стране и не имеют аналогов где-либо еще. Как родители, меня пугают до смерти, что это ведомство не относится серьезно к безопасности моих детей. Я думаю, что многие родители в Южной Флориде будут сегодня думать точно так же. Бесчувственное количество американских политиков и общественных деятелей высказали свои соболезнования жертвам стрельбы, но многих не покидая чувства, что у этой трагедии можно было избежать. И вот здесь американское общество, как всегда, разделилось на два лагеря. Один из них возглавляет президент Трамп, который сегодня в своем обращении говорил об усилении безопасности школ и борьбе с психическими проблемами. Акцент на психических проблемах преступника Трамп сделал и в Твиттере. Так много признаков того, что флоридский стрелок имел психическое расстройство. Он был даже исключен из школы за плохое и нестабильное поведение. Соседи и одноклассники знали, что он был большой проблемой. Нужно всегда сообщать о таких случаях властям снова и снова. На другой твит, в котором Трамп высказал свои соболезнования, ответила одна из учениц школы Паркленда. Она написала «Мне не нужны ваши чертовы соболезнования. Вместо того, чтобы молиться за нас, сделайте что-нибудь. Молитвами ничего не исправишь, но ограничение на оружие может помешать этому случиться снова». Этот твит стал одним из самых популярных за последние сутки, собрав более 300 тысяч лайков и почти 150 тысяч ретвитов. Но республиканцы, похоже, не собираются изменять свои линии. Спикер палаты представителей Пола Райан сказала, что стрельба в Паркленде не приведет к отмене права на владение оружием. Сенатор от Флориды Марка Рубио в эфире Fox сказал, что ограничение может быть и не помогло бы избежать трагедии и что сейчас не время говорить о законах, касающихся оружия, нужно сперва разобраться в фактах. Издание The Guardian сегодня отмечает, что в прошлый раз, когда у Рубио были факты о Сэнди Хук, он голосовал против ограничений. «Мы должны с этим что-то делать», сказал генпрокурор Сэшнс сегодня. Правда, конкретно о запрете на владение оружием речь не шла. Нельзя не признать, что что-то опасное и нездоровое происходит в нашей стране. Главное гражданское право – это право на жизнь, право жить в безопасности в обществе. Это фундаментальное право. И все, что мы делаем в правительстве, основывается на этом. Мы не можем позволить политикам или плохим законам заставить нас отвернуться от этой миссии. CNN, который активно выступает за жесткий контроль над оружием, говорит, что сенаторы Марка Рубио и Тед Круз, а также губернатор Флориды Рик Скотт отказали телеканалу в интервью. Но активно выступает на консервативном Фоксе, а там не задают неудобных вопросов о массовых убийствах в США. На Си Пелосе лидер демократа в Палате представителей называла убийство с применением огнестрельного оружия эпидемией, за борьбу с которой Конгресс несет моральную ответственность. Не могут молчать и далекие от политики американцы. Наибольшее внимание привлек комментарий легендарного игрока и тренера НБА Стива Кера. Для нашего правительства, похоже, не так важно, что детей в школах убивают изо дня в день. Получается, недостаточно поменять лидеров, правительство, власть, чтобы что-то исправить. И это деморализует. Но мы можем с этим что-то сделать. Мы можем голосовать за людей, которые имеют смелость защищать жизни людей, а не преклоняются перед Национальной стрелковой ассоциацией, проплатившей предвыборную кампанию. Не находят общего знаменателя и простые пользователи соцсетей. Это все проблемы с психикой, пишут одни. С другой стороны, был и такой популярный пост. Америка. Запрет на оружие работает. С уважением весь остальной мир. Есть и третья категория, которая сожалеет, что и эта история безрезультатно скоро исчезнет из поля зрения.